как интересно а я недалеко от вас город сочи краснодарский край у нас с вами одно и то же побережье черного моря ну тем не менее от одессы я говорю то что я знаю потому что я военный вы военный мне отпуск 10 дней и еще осталось 4 не осталось понятно хотите возвращаться уже уже как бы понравилось там да как бы как бы ну то есть адреналинчик там все-таки какой-то есть да все-таки даже тянет туда ну служба и служба все что там говорить ну не знаю службы разные бывают некоторые в штабе сидят а некоторые вот там меня еще два года я буду опять а ну тогда да тогда есть смысл а вдруг если вдруг вот что-то случится не боитесь я там все руководил а вы руководитель понятно не но если руководитель тогда проще на брод хуже ответственность и больше да да это хотя сказать да понятно но понимаю да но как вы думаете вот как руководитель видео так улица ну все внутри перспектива то хоть есть какая-то ну да я понимаю интернет штука такая опасная и я вас подставлять если честно говоря не хочу а зачем она того и нужно согласен скажите а вот вы видите какой-нибудь изменение вот людей которые ну а как быстро люди меняются вот на которые попадают уже на фронт ну я выпустил четыре раза четыре раза что на свою службу выпустил на фронт а четыре раза были на фронте блин ну своих сослуживцев я имею там литинанта там сержанта там старших сержантов там но они были пришли поняли а я их там так просили меня дело за в реках говорю как ну веке ряда ну хорошо вот вы их выперли они допустим какой-то контакт у вас есть ними они вот меняются в какую сторону три через два нет я имел ввиду знаете вот допустим но человек допустим идет на фронт с каким-то убеждением туда попадает вы его потом встречаете а он говорит блин не так все зря мы там допустим или наоборот правильно все или там еще три через два три тут два там ну ладно пускай так ну и когда это все закончится уже только приговоры все помни я понял тебя ну хотя бы примерно когда закончится то все это слух идет слух идет где-то в июне месяце в этом году вы в июне месяце но нормально хоть буду планы какие-то строить а как вы думаете примерно чем это все закончится все останется на кругах своя или как-то что-то вернется у нас какой был вопрос в курсе ну у вас конституции много чего там писано вопрос у нас вы про что ну и девяносто первого года границы девяносто первого года но все больше нет и вы считаете в июне они уже вернуться все это самое на свои места а то я решаю это политики решают да в том-то и дело как а как как так получится посмотрите политики сядут за стол переговоров до и для того чтобы сдвинуть границы должны быть какие-то козыри какой козырь будет со стороны ну допустим украинского офицера который будет на переговорах допустим я привет да вот вы приедете какой у вас будет козырь я ебу а ну это хороший козырь согласен на это вообще сразу конечно аргумент я ну что-то надо делать понятно что-то надо делать а вот все-таки сели за стол вот давайте представьте давайте так прикинем просто я выйду допустим с той стороны а вы вот со стороны своей я вам говорю значит так вот и все если прекращаем этот конфликт значит киев мать городов русских должен быть значит русским городом одесса должна вернуться свои как говорит салона и так дальше и так дальше вы не соглашаетесь правильно вот и вы говорите а да а давайте по-другому как да я просто фанну как говорится ну рассуждаю я тебе скажу как офицер я свой состав на гибель не дам так я понимаю но мы вы наверное забыли мы с вами сидим за столом переговоров и решаем так скажем на каком месте но мы представили вот вы же сами сказали давайте представим да да пофигу давайте кого-нибудь гондураса возьмем да нормально они очень нейтральные сама то будет ну и пингвины нас антарктиды но дело не в этом дело в том что мы сидим за столом переговоров и нам же надо до чего-то договориться вы требуете границу до 91 года правильно правильно российская сторона не соглашается и требует границу по самую западную украину как минимум вы тоже не соглашаетесь вы тоже не соглашаетесь правильно если мне конечно нет тогда какой средний говорится знаменатель этого всего что если минус если мы не соглашаемся с границей то что вы ваши условия граница донецка и луганская опыта а мы не согласимся я говорю тебе как офицер как то вы даже не согласитесь на донецк но а россия это не может отдать свои земли она же присоединила их уже к себе китай упускает идет уже китай уже там понятно так россия будет требовать как говорится границу провести по западной украине как минимум не ну вы как бы как офицер что-то как-то не тянете переговоры тогда получается вы как офицер возвращаетесь себе в подразделение и потом по должны послать опять своих пацанов в окопы потому что мы не договорились правильно взвод или рот я думаю вообще полк ну я понял принципе вы наверно отличник боевой и политической подготовки я это вижу взвод состоит из двух человек офигенный взвод один стоит другое взводит я понял ну а из чего тогда состоит отделение тоже взвод тоже состоит из взвода тоже из двух человек отлично я понял не но в принципе для того чтобы запутать российскую армию великолепная раскал великолепный расклад и главное для отчета да когда там этот сама если что там кто погибла а кто бы до взвод и все считают 2 плюс 2 умноженное на два не больше шести человек все здорово да причем тут потери я не про потери я про так скажем логику границы возможности возможности компромисса переговоров и вообще как говорится про то чтобы закончить это все я так понимаю вы не готовы я плохо а жалко ну что тогда ну чтож как говорят эти самые в свое время в мои 90 говорили ну тогда продолжаем я не надо я все понял спасибо вам всего самого хорошего бабай самого-самого хорошего эскандера вот вам капец да блин верит же все за всякую чихню ну что ж пускай бухает к ему сколько еще три дня бухать потом может быть где-нибудь в конце концов он и поймет после очередного прилета что он был неправ хотел бы я сказать но не поймет так что работаем братья работаем напишите ваши комментарии интересно что скажете по поводу этого у военного этого педроздела извиняюсь вот очень интересно что вы думаете по поводу этого педроздела оставляйте комментарии всем спасибо за внимание спасибо за понимание спасибо за поддержку канала бабай